Единственный дом у железной дороги должны были расселить более 20 лет назад. Вот только этого так и не произошло. На картах он не числится, а на глазах разваливается. Как же так получилось, что железная дорога отрезала пенсионерку от нормальной жизни и заставила выживать одной в лесу? Мы в Фурмановском районе, деревня Вондога. Когда-то здесь стояла железнодорожная станция, а около путей была россыпь жилых домов. Остался один, его хозяйке Галине Строгановой, 67 лет. Около 10 из них она ухаживала здесь за парализованной мамой. Вскоре и сама стала жить тут. Когда мама здесь жила, и станции стали нарушать, стали расселять людей отсюда. И ей в 93-м году должны были дать квартиру в Иванове. Она уже все готовилась, что дадут квартиру. И кто-то ей из начальства, из ее железнодорожного, посоветовали, Валентина Степановна, вы дом приватизируйте, и он у вас останется как дача. Вы получите квартиру, и этот дом останется как дача. И мама послушалась, взяла, приватизировала этот дом. В итоге остались без квартиры и в доме, который с каждым годом все больше рассыпается от ветхости. В доказательство на руках у женщины экспертиза. Стены, в особенности углы, промерзают. Ближе к зиме в жилище становится невыносимо холодно. Спасают два шерстяных ковра. На полу валенки и обогреватель. На печку все меньше надежды. Рассыпается, а приходится перекладывать. Заделывала кирпичами я уже сама. Что вы сами разводите? Сама развожу, сама делаю и сама замазываю. Фундамент не смог просохнуть даже за лето. И по нему и по кирпичной кладке в подполье пошли трещины, плесень. Пол проседает. Из-за этого деформировались оконные рамы, появились щели. Воду женщина набирает из скважины. Почти сутки еще уходят на ее очистку. Вот я ее отстаиваю, потом сливаю, переливаю уже почище остальное. Все это самое, наливаю по новой опять. Спустя годы вдоль железной дороги стали проводить связь. Но дойдя до дома Галины Строгановой, связисты удивились, обнаружив его. Почта и подвоз газовых баллонов со временем прекратились. Выяснилось, ни на картах, ни где-либо еще этот дом не числится. Чтобы разобраться в запутанной истории, пенсионерка обратилась к адвокату. Направили обращение в Ивановскую и Ярославскую прокуратуры, так как железнодорожные пути передали Ярославскому территориальному управлению Северной ЖД. Я сделала запрос, могу ли я приватизировать землю вот около дома. Говорю, если ничего не получится, приватизировать землю или обмен какой сделать. Мне прислали письмо, что землю приватизировать я не могу, потому что дом находится в зоне отвода железной дороги. Прокуратура мне Ивановская пишет, и Ярославская тоже. Примерно они одно и то же пишут, что дом находится за зоной отвода железной дороги. Согласно строительным нормам и правилам, от дома до железной дороги должно быть не менее 100 метров или 50, если есть шумоглушащий забор. Здесь же всего 13. Кроме того, прокуратуры и СССР в своих ответах стали и вовсе относить жилище к лесхозу. Вскоре прекратили слать письма, приехали лично. Предложили поставить трехслойные окна и забор от шума. А в качестве защитной полосы высадили перед домом 17 молодых елок. Мне шум не мешает, я им объясняю. Я говорю, идет вибрация дома. Вот если идет состав груженый, у меня дом вот так вот ходуном ходит. Сыплется прямо вот сверху с окошек, сыплется труха вот эта вот. Груженые составы здесь ходят по 10 раз в день. Не реже эти пути пересекает, а точнее перелезает и сама пенсионерка. Три раза в неделю в Вондугу приезжает машина с продуктами. Но выбор невелик, поэтому по магазинам или больницам Галина Юрьевна ездит в Иваново. Самодельные переходы, кстати, оборудовала она сама. Зимой их часто сшибают поезда, приходится устанавливать заново. Я запрашивала, говорю, сделайте мне переход. Вот, не положено, дома-то нет. По другую сторону ЖД путей в Вондуге осталось всего два жителя и те пенсионеры. Жить в лесной глуши женщина не боится, привыкла, да и рядом охрана. Пес Тарзан и кот Вася. Периодически Галину Юрьевну навещают сыновья, помогают латать дом. Переезжать к детям пенсионерка не хочет, не понимает зачем. Еще надеется получить положенное по закону жилье. Несмотря на бодрость духа, здоровье все же подводит. Да и позади множество перенесенных операций. Но пока еще пенсионерка продолжает своими силами и на небольшую пенсию латать дом. Алина Марчева, Иван Сахаров, телекомпания БАРС.